Было принято решение о его сносе. Всем привет! Сейчас я нахожусь возле въезда на недостроенный путепровод на пересечении двух автомобильных дорог. Это объездная города Симферополя и автодорога Симферополь-Николаевка. В то направление у нас идет дорога на курортный поселок Николаевка. Буквально две недели назад на этом путепроводе были начаты работы по его разбору и демонтажу. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Вы только что видели, что работы ведутся. Теперь давайте посмотрим на паспорт объекта. Написано паспорт объекта. Строительство ведется на основании реализации ведомственной целевой программы развития автомобильных дорог Республики Крым на 2018 год. Это тот год, когда была начата эта программа. Объект строительства транспортной развязки на пересечении объездной дороги. Город Симферополь, автодорога Симферополь-Евпатория-Мирная, Дубки, 7 плюс 300 километр. И автодорога Симферополь-Николаевка. Вот так выглядит схема самой транспортной развязки, которая будет построена на месте этого недостроенного путепровода. Читаем дальше. Начало работ производства январь 2021 года. Окончание производства работ в декабре 2022 года. Вид строительства. Новая пропускная способность автодороги 5161 единиц в сутки. Грузооборот 5426. Расчетная скорость движения 120 километров в час. Протяженность 800 метров. Вид покрытия. Капитальный асфальтобетон ЩА-МА-20. Нагрузка. Ну и переходим дальше. Ребята, застройщик. Государственное казенное учреждение Республика Крым. Служба автомобильных дорог. Телефончик вы видите. Значит, директор. Тарасов Максим Александрович. Исполнитель работ о Крымстроймост. Ну и все телефоны здесь приводятся. Строительство этого путепровода было начато в то время, когда Крым находился в составе Украины. По задумке проектировщиков и строителей, именно этот путепровод должен был связать объездную города Симферополя и трассу Дубки-Леводки. Закольцевать объезд Симферополя с выходом на автодорогу Симферополь-Севастополь. Но финансирование было урезано. Сначала работы были приостановлены, а потом и вовсе заморожены. Автодорогу Дубки-Леводки планировали построить уже после работ завершения строительства путепровода. Но построена она была уже во времена, когда Крым находился в составе Российской Федерации. Я как-то снимал уже этот мост, точнее путепровод, извините, когда он не был перекрыт, когда на нем не велись работы. Снести его хотели уже очень давно, но вход на него был свободен. И сейчас вы увидите кадры, как выглядел этот путепровод именно сверху. Что на нем происходило и в каком состоянии он был. Продолжение следует... Как вы видите, в той стороне находится недостроенный путепровод. Дороги после этого путепровода недостроенного так и нет. Я же вам озвучивал, что планировалось сначала строительство путепровода, а потом уже продолжать трассу Дубки-Леводки, которая находится в том направлении, ребята. Как-то компания ИВАД в свое время была предложена руководством Республики Крым закончить работы по строительству этого путепровода. Но руководство компании ИВАД ответило на это предложение, что не мы строили этот путепровод. И мы не можем его достраивать, так как нет технической документации по его строительству, не произведены работы исследовательские, какая прочность конструкции, ну и так далее. Автодорогу Дубки-Леводки, которая находится за моей спиной, строила компания Сифавтобан. В данный момент на эту компанию заведено уголовное дело за нецелевое использование денежных средств и также некачественно выполненные работы. Поначалу многие жители Симферополя, да и гости Крыма, ездили по этой дороге и не могли нарадоваться. Дорожное покрытие было ровное, но в данный момент дорога поползла волнами. Честно говоря, печально, ребята, когда делают дороги, их сдают, и через пару лет они уже превращаются в волнистую такую дорогу, можно говорить, в стиральную доску. Но это было небольшое лирическое отступление. Так вот, вернемся к путепроводу. В 2019 году была произведена экспертная оценка этого строения. И из-за того, что путепровод не соответствует требованиям Российской Федерации к таким сооружениям, было принято решение о его сносе. И, как я говорил, на месте этого путепровода построят новую современную автомобильную развязку. Эта развязка должна стать просто великолепной. Строительство новой транспортной развязки будет стоить 719 миллионов рублей. Сейчас мы все с вами проедемся под самим путепроводом. Вы посмотрите, как выглядит под ним движение. Да, отсутствие здесь путепровода в этом месте создает огромные трудности автомобилистам. Потому что, чтобы попасть с объездной дороги на трассу Дубки-Леводки, приходится съезжать вот на это кольцо. И здесь возникают, конечно же, пробки. Как в летний период, так и в утреннее и вечернее время. Дорога здесь на кольце такая кривенькая, корявенькая. Работы ведутся, вы уже это видели. Но, ребята, демонтаж только начат путепровода. И когда он войдет в свою активную фазу, возможно, здесь будет небезопасно ездить. И, опять же, это мое предположение. Возможно, сделают какие-то пути объезда. Так что, все автомобилисты, если вы будете здесь ездить во время активной фазы работ, пожалуйста, обращайте внимание, чтобы ничего не свисало с путепровода. Чтобы не осыпались камни. Я вам говорил про автодорогу Дубки-Леводки. И давайте вот вы вместе с нами по этой автодороге прокатитесь. Конечно, извините за тряску камеры. В данный момент мы ее не закрепили на штатив. И снимаем с руки. Вот начало этой автодороги. И еще один момент. Чуть дальше я вам покажу и озвучу. Автодорога Дубки-Леводки пересекается с трассой Тавриды. И с того места, где идет пересечение этих двух автодорог, уже начинается трасса Таврида. Вот мы сейчас едем. Да, ребята, это не тряска камеры от руки. Это вот волны на этой автодороге. Разрешенная скорость здесь 90 км в час. Возле автодороги стоят строения, жилые дома. Люди здесь живут. Конечно, слушают этот шум от дороги. Стоят столбы освещения в вечернее и ночное время суток. Поначалу, как только дорогу сдали, все освещение работало великолепно. В данный момент я вам не могу показать освещение, работу. Потому что, ну, дневное время суток, ну, могу сказать вам честно и откровенно, в вечернее время суток не все фонари светятся, не везде меняют лампочки. Вот это, к сожалению, плохо. На этом участке пока покрытие нормальное, ровное. Ну, вот попадаются вот такие, как стыки. Вот они, вот стыки, ребята. Да, некоторые из вас могут сказать, вам строят такие шикарные дороги, а вы еще недовольны. Вот здесь уже уложили новое покрытие дорожное. И уже с этого места начинается пересечение трассы Дубки-Леводки с трассы Таврида. То есть вот это ответвление сделано новенькое. Раньше Дубки-Леводки дорога шла прямо. Ребята, и вот развязка. Внизу идет трасса Таврида в сторону Керчи. Феодосия-Керчи. Да, вот здесь асфальт шикарнейший, ребятки. Но сейчас он закончится, потому что этот кусочек асфальта лажила компания ВАД. Дальше же пойдет у нас старый асфальт, который вложила компания СИФ Автобанк. Вот такая шикарная развязка. Я не нарадуюсь развязкам на трассе Таврида. Мы уже много видео снимали про трассу Таврида. И все ссылочки будут в описании. А вот мы уже выходим на асфальт автодороги Дубки-Леводки. Как я сказал, дальше уже после этой развязки уже начинается трасса Таврида. И уже, конечно же, покрытие отличается сильно. Протяженность этого участка небольшая. По-моему, всего лишь 9 километров. Я точно не помню, ребята. Как-то вылетело из памяти. Но дорожное покрытие оставляет желать лучшего. И как-то был случай, что кусок дороги возле отбойников даже отвалился, провалился. Именно на трассе Дубки-Леводки. Ну вот, подвеска отрабатывает, отрабатывает нормально на моей машине. Но чувствуется тряска и кочки. В принципе, как-то так все это выглядит. Я очень рад, что в Крыму строятся дороги, что в Крыму строятся мосты, что Крым преображается. Спасибо огромное добросовестным строителям. И низкий поклон вам от всех крымчан. На 7 я хочу это видео закончить. Но с вами я не прощаюсь. И до встречи в следующих выпусках. Продолжение следует...